Россия и Китай совместно оспорили агрессивные претензии США на огромные территории континентального шельфа в Беринговом море, Тихом и Атлантическом океанах и Мексиканском заливе. Заявление, прозвучавшее на сессии международного органа по морскому дну в Кингстоне, Ямайка, вызвало напряжение и готовность к жестким мерам, сообщает Bloomberg. Российские и китайские представители обвинили США в грубом нарушении международного права и заявили, что их претензии не имеют оснований и должны быть немедленно отвергнуты. Анонимный российский представитель предупредил, что односторонние действия Вашингтона угрожают хрупкому международному балансу и подрывают Конвенцию ООН по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву, часто называемая Конституцией океанов, регулирует использование морских территорий. Она предоставляет странам исключительные права на ресурсы в пределах их исключительных экономических зон и на континентальном шельфе за их пределами. Процесс установления границ континентальных шельфов важен, так как он определяет экономические права на богатые ресурсы морского дна, поясняет Bloomberg. Около 160 стран ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, однако США этого не сделали. Китайский делегат подчеркнул, что США, не ратифицировав Конвенцию, не могут выдвигать претензии и ожидать выгоды от ее положений. Американский представитель Грегори О'Брайен в отвеявил, что Вашингтон действует в рамках Конвенции. Дмитрий Белик, член Комитета Госдумы по международным делам, отметил, что Россия и Китай снова объединяются против агрессивных действий США. Он добавил, что все больше стран готовы противостоять США, что может привести к созданию широкой коалиции против американских морских претензий. США претендуют на территории морского дна, вдвое превышающие площадь Калифорнии, включая стратегические районы в Арктике, на которые также претендуют Канада и Россия, сообщает Bloomberg. Это связано с попытками США обеспечить доступ к ресурсам для производства аккумуляторов и проектов возобновляемой энергетики. По оценкам геологической службы США, в Арктике скрыты огромные запасы нефти, газа и редких металлов. Однако эти оценки основаны на исследованиях суши, и потенциал континентального шельфа практически не изучен. Мировые державы продолжают борьбу за контроль над неразведанными ресурсами, и юридические споры вокруг этих претензий будут только усиливаться, влияя на международное морское право и глобальную стабильность. Субтитры создавал DimaTorzok